Потом здесь будет просто дырка. Обычные кельешки намного лучше. Да, это мои цыганские фокусы. Но она реально дурацкая. Вот что за мода пошла? Я люблю рванину. Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. И да, это большая долгожданная распаковка с Вайлборис. На этот раз я вас долго оставляла без видео, поэтому это видео должно быть масштабным. Так что ловите. Распаковка будет действительно большой, потому что за все это время я скупила, мне кажется, половину Вайлборис снова. У нас тут будут и товары для дома, и очень много одежды, очень много-много обуви также, сумочки. Напоминаю, все ссылки с этого ролика вы можете найти в моем телеграм-канале. И вообще все ссылки со всех роликов всегда там. Ну а мы давайте начинать распаковку с ВВ. Входит в чатик. Let's go! Да, на чате это масштабное видео решилось в такой огромной коробке, просто потому что я очень сама хочу посмотреть, что же там внутри. Есть догадки, что это? Это какие-то сладкие шарики. Это самая большая пачка чипсов, которую вы когда-либо видели. По крайней мере, нам так обещают. Она действительно масштабная, гигантская и внушает вау-эффект. Куничка, ты тоже хочешь эти чипсы? Да, муфа, очень хочу. Как и вы, поскорее. Ой, какая прикольная синяя втузька. Давай быстрее. Внутри нас ждет 9 видов чипсов и снеков. Упаковка тут аж в 60 сантиметров, больше полуметра, между прочим. И все чипсы, которые находятся внутри, они китайские. Вообще вся вот эта вот история, она из Китая. С обратной стороны как бы есть состав, но извините, ничего он нам не даст. Все, абсолютно пустой пакет. Честно, пахнет отсюда не очень хорошо каким-то прогорклым маслом. Давайте начнем пробовать. Это чипсы, как я понимаю, с томатами. И с оленями. Не всегда так страшно пробовать что-то, что я даже не понимаю, что это. Ммм, пахнет старым прогорклым печеньем. Типа реально здесь нигде не написано, когда это произведено, до какого числа употребить. Внутри это похоже на чипсы, знаете, которые лейс из печи. Надо пробовать. Это что-то кукурузное. Совершенно невкусное. Неа. Еще очень острое. Я вот не понимаю, здесь по сути такое же изображение, но желтую упаковку будет ли различие вкуса. Пахнет абсолютно так же. Выглядит тоже. Будешь рисковать, пробуй. Я тут, как обычно, рискую за вас, за всех. Ммм, тут хотя бы есть какой-то вкус помимо остроты. Они соленые. Вот эти повкуснее, но в любом случае это вообще невкусно. Второй раз я бы точно не купила. Абсолютно одинаковые две пачки. Здесь внутри уже какие-то косички. Со вкусом свинины. Это получше, это можно поесть, но тоже не вау. Обычные кириешки намного лучше. Вот такие чипсы, мне кажется, я даже когда-то пробовала. Либо они были в похожей упаковке, и в целом они продаются в свободном доступе, в той же ленте, допустим. Как правило, они из сладкого картофеля. Да, смотрите, вот такие маленькие свертки. Да, это же похоже на какой-то маленький вот такой вот жгутик. Ммм, это вкусно. Единственное, оно с привкусом каких-то бобов. Я так понимаю, что это не картошка, а батар. Но на вкус это сладенько и солененько. То есть это приятно похрустеть. Что-то более-менее съедобное. Это, чтобы вы понимали, повторка. Next. Соломка. Похоже на соломку из рыбы. Я так понимаю, что она со вкусом каких-то ребрышек, курицы, терияки, допустим. Гриль. Ммм, это терияки. Это очень вкусно. На картинке вообще нарисован другое. Кстати, да, здесь должны были быть вот такие рифленые чипсы. Что мы имеем в итоге? Это самое сносное, что пока что мы попробовали. Но я думаю, только ради этого 1600 платить не стоит. Еще одна девчонка. Почему вообще так неприятно пахнет? Здесь снова какие-то узелочки, но они так обсыпаны знатно. Вы посмотрите. Они со вкусом креветок. Обалдеет. Похожи на какие-то чипсы из детства. Очень насыщенный вкус и они острые. Просто упаковка и вот где сам продукт. Ну это смешно даже. Насколько большая была туба и сколько здесь чипсов. Они со вкусом томата. Либо кетчупа. Тоже неплохие. Честно, мне этот набор не понравился. Купила ради вау-эффекта. Вау-эффект был, была большая красивая упаковка. Но сами чипсы внутри, в общем, не впечатлили. Я бы такой в подарок-подарок не взяла бы. И сейчас я вам покажу находку месяцем. Да, думаю, вы уже заметили, что я наконец-то обновила свой цвет волос. И его надо поддерживать. Поэтому у меня на полочке в ванной появились новые баночки. Так что ознакомьтесь с Дуду. У меня тут и шампунь, и кондиционер, и маска для волос. Это наш российский бренд, который производит органические и натуральные продукты. И что самое главное, их продукция не тестируется на животных. Для себя я выбрала шампунь и кондиционер из серии для окрашенных, осветленных волос. И хочу сразу отметить лаконичный и приятный дизайн самих баночек. Минималистично и стильно. Но, во-вторых, шикарный аромат очень меня порадовал. Шампунь, кстати, не обумывает цвет, а наоборот сохраняет его. Кондиционер же заметно делает волосы более послушными, гладкими и блестящими, благодаря различным маслам и витаминам в его составе. Но для питания волос я взяла вот такую маску с органовым маслом. Она, кстати говоря, должна идеально подходить для таких волос, как у меня, сухих, пористых и окрашенных. Маска не только увлажняет волосы, но и питает и восстанавливает их структуру. Волосы после нее буквально, как после салона, мягкие, гладкие и убругие. Очень нравится состояние волос после мытья, они как будто оживают, становятся плотными, рассыпчатыми и сияющими. В целом, все эти продукты для волос дают мощное восстановление волосам любой структуры, главное подобрать уход под себя. В ассортименте есть продукты для разных типов волос, можно точно найти что-то для себя. Более того, продукты универсальные, подходят как женщинам, так и мужчинам. Очень рада, что открыла для себя продукты от Дуду, и думаю, их можно брать не только для себя, но и в качестве подарка, ведь каждая девушка, женщина, девочка точно их оценит. Я вам все ссылочки и подробности оставлю в описании. Это у меня мистери-бокс, не в прямом смысле, а в переносном, потому что я не знаю, что в этой коробке находится. Давайте узнаем вместе. Это то, что мы заслужили. Это смесь для приготовления мороженого от бренда Bomber. Сегодня готовить не будем, потому что у меня молока просто-напросто дома нету, но в своем телеграм-канале я вместе с вами приготовлю, и мы обязательно затестируем, вкусно или нет. Но вообще мороженое от Bomber продается в Перекрестке, кто не знает, я пробовала, но такое в ванночках, оно действительно вкусное. Из сухих смесей я нашла обычный ванильный вкус, захотелось потестировать. И для мороженого, которого у меня еще пока что нет, я купила вот такую вот ложку, выбирала прям по отзывам, чтобы она была классная, и чтобы она не после первого мытья посуды проживела. В чем фишка? Если вы хотите сделать шарик, как в кафе из мороженого, берете такую ложку и достаете каким-то образом мороженое. Мне никогда не получалось красиво сделать шарик, но вот надеюсь, благодаря ей получится. Наверное, надо нагревать, да, или воду опускать. Кто знает лайфхак, как сделать красивый шарик из мороженого, пишите. Но сама ложка хорошего качества. Нам бы такой венчик еще домой прикупить, да, кто влог смотрел, тот понимает, о чем я. В целом, за свои деньги я бы ей лайк поставила. Еще немножко покупок для кухни. Здесь должны быть красивые эстетичные кружки, я их не открывала в пункте выдачи, я искренне надеюсь на то, что они приехали целые. Кто на ТГ подписан, те уже знают, что здесь за кружки, потому что я ссылку на них уже оставляла, поскольку на них цена упала в 300 рублей, то есть они были прям по очень выгодной цене. Первая кружечка голубого цвета. Многие написали мне в ТГ МАЖ, зачем тебе такие кружки, они же неудобные. Ну, знаете, вполне себе комфортно. Ручка есть, объем здесь 300, по-моему, миллилитров, чай-кофе поместится, все хорошо. Это подарок, резинка, неожиданно, спасибо. Эту я, можно сказать, что купила Денису, чтобы у нас была такая парная история. Цвет приятнейший, она как будто даже с таким перламутровым свечением. Сделана вроде как аккуратно. Внутри она тоже голубая, покрашенная. И сюда не положили подарок. Вторая кружечка уже молочного цвета, и можешь сказать, что она для меня. Вот видите, такая вот парная история получается. Ну и у них есть кое-какое отличие, кроме цвета. Ты его видишь сразу? Ну и он там. Вот эта штучка. Да, я вообще не понимаю, зачем на голубой штучке есть еще вот это. Такой декоративный элемент, но автор так видел, автор так сделал. В любом случае, и та, и другая кружка мне безумно нравятся. Они для меня удобные, вообще никакого дискомфорта не причиняют. Внутри все прекрасно отмоется, и ее можно мыть в посудомоечной машине, меня это радует. Кружки зачетные, я их брала за 500 рублей, но у других продавцов они дороже. Может быть, сейчас и у того, у которого я брала, они тоже подорожали. Да, это мои цыганские фокусы. Просто эту сумку я не могла вам не показать, но я ее распаковала без вас. Она пришла вот в такой вот красивой коробке. Так что знакомьтесь, моя а-ля сумка Биркин. Она просто по форме похожа, но это ни в коем случае не какая-то реплика, это просто похожая форма. Я давно хотела себе джинсовую большую сумку, и вот, она у меня. Единственное, говорю сразу одно но, она должна была выглядеть вот так, но я ей уже все обвесила, я не хочу это снимать, поэтому вы ее увидите сразу в полной красе. Это максимальный размер от этого бренда, потому что такая же сумочка есть еще в размере поменьше. Кому интересно подробности про все вот эти брелоки, рассказываю. Во-первых, все ссылки на них уже есть в моем телеграм-канале, потому что все брелоки я заказывала либо на Алиэкспресс, либо на Балбрис, либо на Озон. Это было до, и я вам их показывала в предыдущих распаковках, поэтому их можно найти в ТГ. Зацените, пожалуйста, также, как я все обвесила и украсила. Кто не знает, это тренд сезона. У меня здесь есть и чехол для губной помады, и такой пегас, и клубничка, и монстрик, и цветочки, и помпончики, и кошечки, которые вот так звенят. Даже тут какие-то бусы висят. Постаралась на славу. Что уж говорить, у меня даже тут наручники, извините, простите. Сама сумка идет из джинсовой ткани, она мягкая, приятная, но есть одно но. Как видите, у сумки коричневые ручки и коричневый вот такой вот как бы крепеж. Но я заказала черный цвет, потому что бывает бежевый цвет, коричневый и черный вот этого вверха. Но мне так понравилось коричневое исполнение, что я решила ее себе оставить. Фурнитура золотая, классно сочетается с таким шоколадным оттенком. И внимание, сзади. Это буквально сумка, как будто сшита из ваших джинсов. Это настоящие карманы, в них можно что-то хранить. Также здесь есть такие вот крепежи для шнурка. Шнурочек находится внутри. У меня в этой сумке пока что лежит вот такой наполнитель, потому что я с ней снимала рилсы. Чтобы она была такая объемная, я его не доставала. В комплекте есть вот такой ремешок. Ой, даже их два, я честно не знала. Есть ремень широкого формата с кожаной вставкой. И есть ремень тоненький, просто из джинсов. Но вот он выглядит слишком дешево. В самой сумке одно большое отделение. Одно отделение на замочке. Обратите внимание, фурнитура золотая. С обратной стороны есть вот такие вот кармашки. Большой карман и средний карман. Даже не назовешь его маленький, потому что он достаточно объемный. Брят называется Марк Руссо. Внутри даже есть вот такой вот маленький шильдик с ним. В целом сумка качественная. Но оно и понятно. Она стоила 7000 рублей. Здесь хотя бы понятно, за что такие мани-мани просят. Кстати, я ее потом нашла на Азон. И на Азон она дешевле. Так что имейте в виду. В любом случае, мне кажется, на каждого рубля стоит. Потому что я заказала очень много сумок с Вайлбриса с Азона джинсовых. Я вам их даже не показывала. Пыталась найти ту самую идеальную. И у них, как правило, было, знаете, такое качество. Прям шутпотреб. Но вот это действительно качественная сумка. Нам тут еще обещают, что вот эта натуральная кожа. Это не похоже на натуральную кожу. От слова совсем. Потому что она очень жесткая. Но в любом случае, все швы, все аккуратно сделано. Курнитура вся пришита аккуратно. Но вы сами это можете видеть. И нитки нигде не торчат. Так что этой сумке я ставлю огромный жирный лайк. И, возможно, когда появится сумка такая с черной ручкой, я, может, даже ее себе закажу. Меня в этом году прям как-то потянуло носить шлепки. И я вот нашла для себя идеальную форму. Похожие шлепки я покупала в синь-коричневого цвета. Кто смотрел шоппинг-лок, те понимают, о чем я. И я в них хожу сейчас каждый день и вылезаю. Я решила найти похожие на просторах ВБ. И нашла вот такие за полторы тысячи. Аналогично, у других продавцов есть по три, по четыре. Но я думаю, за шлепки четыре тысячи китайские, что-то как-то не хочется. Поэтому я заказала первый вариант в типа замша, который больше похож на ноутбук. Но, естественно, это все искусственное за полторы-то тысячи. И второй вариант. Они тоже черные. Я заказала под рептилию или лаковый. Сейчас посмотрим. Ой, как это красиво. Вот это сложно выбрать, скажи. Я вот не смогла определиться, когда заказывала. И даже в жизни сложно тоже понять, что подойдет тебе лучше. Ну, это более практично. Соглашусь. А это смотрится более дорого. Надо смотреть на ноге, какие больше понравятся. Стелька здесь мягкая. Даже, наверное, с эффектом сохранения памяти. Здесь такая же история. Не могу сказать, что это супер как-то выполнено. Потому что здесь видны следы клея. Но стелька хотя бы приклеена. Потому что я читала отзывы. У некоторых приходит прям отклеенная стелька. Подошва достаточно толстая. Она, конечно, тонкая. Но для своей модельки толстая. Так, вроде бы, никаких дефектов больше нет. Лаковые попахивают. Они прям, чтобы критично. Но запах от них есть. Искусственная кожа. Из такой же толщины подошва. В этой модели уже не торчат нигде следы клея. Нитки. Ничего такого нет. Аккуратно все проклеено. Это на самом деле супер. И они почему-то тяжелее. Это так чувствуется. Но даже сейчас на них смотрю. Я не знаю, какие мне нравятся больше. Ну, наверное, все-таки да. Наверное, лаковые. И впервые в мир. И нарядно выглядят. И протер салфеточкой. И побежал дальше. Обратила внимание. Очень много девушек ходят сейчас в подобной модели. Это что значит? Тренд? В итоге, девочки, мальчики. Эти шлепки. Хоть и похожие. Можно сказать, одинаковые. Но они немного разные. Лаковые они на более узкую ногу. А вот эти типа замшевые. Мне лучше подошли. Потому что они на более широкую. То есть, с них комфортнее. Просто имейте это в виду. Просто какие милашки. Я вам говорила. В этом видео у нас будет много обуви. Как видите, у меня не только настроение ходить в шлепках гламурных. Но и настроение купить себе розовые кампусы. Слушайте, ну они выглядят даже лучше, чем я. Простите, извините, на ламоде за 20 тысяч заказывала. Мне понравилась модель кампусов. За счет того, что они какие-то такие мягкие. В них всегда комфортно. Сколько бы времени ты ни ходил. Вот. Здесь есть небольшие потертости. Это, видимо, болезнь всех замшевых кетов. Нам здесь обещают натуральную замшу. Ну, по ощущениям, как будто даже не соврали. Также широкие шнурки. В данной модели достаточно высокая платформа подошвы. Все здесь розового цвета. Даже стелька. У меня они в размере 8. 7,5. Надеюсь, влезу. US это восьмерка. UK 7,5. Короче говоря, 41. Не могу вам говорить о том, что это 100% оригинал. Потому что, скорее всего, так и есть что-то неуманно. Но это хорошая альтернатива типа с Poison. Потому что значок выгравировано так, как надо. Название. Не просто наклеено, а выгравировано. И в целом они достаточно аккуратно сделаны. Швы ровные. Замша приятная. Они даже одинакового цвета. Почти. Чтобы вы понимали, я на Ламоде заказывала такая же история. Была. Они были какие-то разного оттенка. Какие-то все потертые. Остали 20к. Слушайте, ну прям неплохие кроссовки. Они действительно выполнены аккуратно. Посмотрите. Даже нет следов клея. Мне такое нравится. Их можно стилизовать и с джинсами, и опять-таки с шортами. Ну и вообще со спортивными костюмами. Кстати, в этом видео будет классный спортивный костюм. Играем немножечко на нервах. Страшно тебе так? Фунечка, что ты так испугался? Хвостик собери свой. Фунь, ты че? Посмотри, понюхай. Это оно такие звуки издает. Короче говоря, звуки так себе. Видать, тревожные. Ой, какие яркие. Их я заказывала без отзывов. И мне так хотелось. Этот насыщенный голубой оттенок газели. Боже, они шикарные. Сейчас буду плакать. Какие они красивые. Боже мой. Они такие небесные. От них прям веет какой-то свежесть. Знаешь? Вот ты вздыхаешь, и я как будто вдыхаю. И они как чистое голубое небо. Я влюблена. Знаю, что многим газели не нравятся. Я вот фанатею по ним. Мне они очень нравятся. Они и удобные, и стильные. Божечки. Азам что-то какая. Вы посмотрите, нежнейшая. Крутые. Крутые, кросс. Да. Вот я бы ни за что не поверила, что это не орига. Вы посмотрите сюда. Вот как вы поймете, что это не орига? За 24 я их купила или за 4? А мне их пару раз поносить. Так качественно сделаны, и они легкие. Подошва, вы посмотрите, какая. Adidas Original. Я даже стельку могу вынуть и показать, как это все внутри сделано. Я просто так насмотрелась на эти оригинальные самбы, газели. Эти лучше выглядят. Я не понимаю, почему оригинальные. Они всегда кривые какие-то. По факту у нас нежнейший голубой оттенок. Натуральная замша. Три полоски Adidas. Надпись «Газели». Необычный вот такой вот язычок. Видите, он как бы перфорированный, похожий на сеточку. Шнурки белые. Дополнительных шнурков никаких больше нет. По размеру я также заказывала восьмерку. Он тут все, он заклеен и заклеен. В общем, это 40,5, насколько я знаю. Всегда беру себе US8 на мой размер ноги полноценный 40,5. Я им ставлю лайк. Качество огонь. Кто хотел себе такие, смело берите. Девочки, это реально топовые кеды. Просто бегите и берите, если они вам нравятся, потому что они нереально комфортные. У них приятная замша, приятная стелька. И смотрятся они просто обалденно. Я в них действительно влюбилась. И по размеру, кому интересно, они мне подошли идеально. Это кто-то распаковывал и вернул. Вау! Они тоже очень красивые, но не какие-то грязные. Эта уже модель называется Special. Но они похожи на газели. Но в чем-то у них есть отличия. Я так понимаю, у них более вытянутый такой носик. Мне нравится у этой модели именно этот цвет. Вот эти немножко косикнутые. Смотрите, здесь какой-то есть момент с белыми пятнами. И это не очень похоже на натуральную замшу. Вот это да. А вот это, наверное, текстильнее. Не, наверное, а 100% так и есть. С ним вопросики имеются. Но в любом случае, прошито и проклеено аккуратно. Нигде никаких нету торчащих ниток. Каких-то неровных швов, клей и так далее. О, у них разные, посмотри опять. Разное направление зачеса. Но в оригиналах тоже так бывает. Adidas Hand Bowl Special. Окей. Ну, не знаю, вот эти прям не 10 из 10. Как-то вот они не супер круто выглядят. По цвету норм. Но они как будто еще очень деревянные. Да, теперь понятно, почему их вернули. Мне кажется, после пару раз того, как вы их поносите, вот здесь будут жуткие заломы. Цвет супер, но за качество я бы троечку поставила. В целом у этой модели идут необычные шнурки. В комплекте не белые, а розовые в цвет замша. Три полоски черного цвета и задник тоже черный. Подошва. Вот такая. Adidas. Уже не оригинал. Нет, все-таки оригинал. Ну, не знаю, что-то они мне не зашли. Как вам? Напишите в комментариях. Самые топовые все-таки были голубые. Наверное, тоже себе все-таки эти оставлю, потому что розовых кед у меня нету. А на Pinterest так много образов с розовыми кедами Adidas. Это просто. Но эти я бы вам, наверное, не посоветовала. Теперь от обуви мы с вами переходим, наконец-таки, к товарам для дома. Эту покупку мы обдумывали, наверное, несколько месяцев. Это аэрогриль. Это не просто аэрогриль. Он еще и от Xiaomi, и он должен работать с голосовым помощником. По крайней мере, с Google. Надеюсь, будет работать с Алисой. Вообще, у нас есть дома аэрогриль. Но он достаточно маленький по объему. И мы покупали самый-самый дешевый, по-моему, за 3,5 тысячи рублей на Озоне, чтобы вообще понять, как работает эта штука. Вообще, надо нам это или не надо. И оказалось, что аэрогриль это реально тема. Ты можешь приготовить различные блюда без масла. И причем это готовится достаточно быстро. Мы там запекаем абсолютно все. Начиная от того, что мы там можем подогреть картошку фри. Да, именно подогреть, потому что сами мы пока что картошку фри не готовили. Заканчивая тем, что мы там готовим курицу. И она получается нереально вкусная, с хрустящей корочкой. Бедрышки, голень, крылышки. Все это запекается в аэрогриле буквально за несколько минут. И вкус, как в ресторане. Так что Денис нам выбрал вот такую вот аэрогрильницу. Но у нас опять-таки был бюджет ограниченный сильно. Дорогую не хотелось покупать. Это стоило в районе 10 тысяч рублей. Они есть и дороже, по 15-20. А у нас есть такая? Нет, такой нет. Обалдеть. У нас самая простая аэрогрильница на данный момент. Поэтому вот эта, мне кажется, вообще покажется нам самолетом. Но она не такая уж и большая, но объем у нее больше. И она стильно вылит так минималистично. Анчпакинг. Честно, она мне напоминает пылесос. Вернее, станцию для пылесоса. Вообще здесь все очень просто. У вас есть вот такая чаша, куда вы закидываете блюда, которые хотите приготовить. Будь то картошка, курица, рыбу мы делали. Просто нереально вкусно получается. Овощи можно закидывать. Закрываешь все это дело. И вот здесь, я так понимаю, у нас будут выбираться режимы. Давай врубим, посмотрим. Внимание, анчпакинг. Какой приятный звук. Ааа. Выбираем язык. Ноу. Мы выбираем уже блюдо, которое мы будем готовить. Мы обязательно протестируем, так что не переключайтесь. Лайнвич нам нужен. Вообще должен быть русский. Какие режимы есть? Пирог, овощи, креветки, стейк, рыба, куриные крылышки. Нам это сегодня пригодится. Картофель. Вручную настроить настройку. Такая история. Это не просто какая-то там штучка лишняя. Это решетка, которая создает второй этаж. Какой-то он небольшой получается. Но ты, наверное, просто ставишь на ту же курицу, да? Нет, это чтобы у тебя и снизу, и сверху все пропекалось. В инструкции написано, что эта решетка нужна для того, чтобы вы не просто туда все накидали, а накидали слоями. А, ну, может быть, ты внизу курицу положил, а сверху картошку. Ну, тоже как куриент. Или наоборот. Но мне нравится эта вещь. Обязательно сейчас с вами затестируем, как это все работает, и приготовим блюдо вкуснейшее. Ну, а теперь, внимание, я вам покажу блюдо, ради которого я и совершила эту покупку. Думаю, по этому набору продуктов можно понять, что я буду готовить куриные крылышки в соусе терияки. И для этого нам понадобятся куриные крылышки, соус терияки, кетчуп чили от Махеев. Да, я всегда немного добавляю острого кетчупа, так как мне нравится, когда крылышки пряные. Немного растительного масла, чеснок и кунжут для декора. Как вы понимаете, рецепт максимально простой. Сначала делаем маринад, наливаем соус терияки, кетчуп, в нем, кстати, есть перчик чили и лучок. Далее добавляем мелко нарезанный или натертый чеснок, масло и немножко кунжута. Перемешиваем. Далее закидываем сюда крылышки и обильно их смазываем маринадом. И все, осталось запечь. Раньше я это делала в духовке и получалось просто потрясающе, но сегодня мы попробуем приготовить в аэрогриле. Ого, какая сочная курочка и как это все аппетитно выглядит. Девочки, вы бы знали, какой здесь сейчас стоит аромат, тоже бы не удержались. В принципе, все готово. Осталось только добавить вишенку на торте. В моем случае я всегда добавляю к уже готовому блюду немного соуса терияки. Просто поливаю его сверху. И еще немного кунжута для красоты. Вот и все готово. И на столе уже красуется шикарный ужин. Давайте уже пробовать. Честно, это даже вкуснее, чем в рейстиках или доставках. А готовится буквально полчаса. Так что сохраняйте рецепт. А теперь, внимание, у нас будет огромный слот с одеждой. Погнали. Встречаем первые шорты в этом видео. Да, я их заказала несколько, потому что так получилось, что я с прошлого года сильно похудела. И мне все шорты, которые у меня были, большие. И я их все продала. Мне очень понравился этот вот необычный цвет, какой-то зелено-фиолетовый. Вот знаете, та самая серобура-малиновая история. Это джинсы, внимание, от бренда Селла. И они только появились. Я их заказала, поэтому отзывов на них не было. Как они сидят, непонятно. Я взяла привычный себе L размер. Почему я беру сейчас постоянно L, хотя мне говорят, что надо брать M. Мне не надо. У меня достаточно широкие бедра. И поэтому, если мне будет в талии свободно, бедра могут просто не пройти. У данных шор средняя посадка. По крайней мере, так заявлено в карточке товара. Но по моим ощущениям, эта средняя посадка близится к высокой. Процвет вы уже все поняли. Да, они отбелены. За счет этого пахнут и хлоркой, и перекисью водорода. И вот эти подвороты, это искусственные. Их не развернуть. И край не обработанный. Плюсом ко всему, есть такие потертости. Я влюблена именно в этот цвет. Мне безумно нравится. Фурнитура здесь серебряная, как пуговицы, так и вот эти клепки. А нитка выбрана желтая. Внимание, состав. Это чистый, стопроцентный хлопок. Хочу сказать, что эти джинсы реально сели как на модели. Я рада, что взяла размер L. Они такие более свободные. И они садятся на бедра. Хоть это и средняя посадка, они вот прям на бедрах, как надо, висят. Как на девушке из картинки. Мне нравится. Смотрятся действительно стильные. Даже вот с обычными шлепами, белой майкой, уже такой готовый образ получается. Еще одни джинсовые шорты. Это вообще из той же карточки товара. Но они уже более благородного черно-серого цвета. Та же средняя посадка. Такие же подогнутые штаны с необработанным краем. Здесь даже как-то сильнее нитки торчат. И мне больше нравится вот именно этот эффект старины. Или эффект того, что вы эти шорты делали сами. Шорты не совсем черные. Они опять-таки с небольшими такими выбеливающими моментиками. Есть также потертость на правом бедре. И фурнитура абсолютно такая же серебряного цвета. Но она более такая затемненная. Все тот же бренд Села. И они в размере L и 100% хлопок. Мне еще понравилось то, что у этих шорт есть карманы. И они еще и глубокие. Ставим им лайк. Хотелось бы чуть подлиннее модель. Знаете, чтобы они были хотя бы до середины где-то бедра. Я такие не нашла. Если вы нашли классные шорты, чтобы они были еще и удлиненные, скиньте, пожалуйста, артикул. Как по мне, хоть я и купила шорты одной модели, но в разных цветах смотрятся они по-разному. Черные мне также понравились. Стилевые. Хоть на каждый день. И в пир, и в мир. Очень приятная модель. Удобная по посадке. Самое главное, свободная. Которая не сковывает движения. В которой, знаете, прям хочется двигаться. Очень много ходить, гулять. Нахаживать 20 свои тысяч шагов. Это шорты уже от бренда BeFree. И они более короткие. Они прям супер короткие. Мои ляжки будут все на показ. По составу тоже 100% хлопок. Я так понимаю, что вот у них действительно средняя посадка. Даже где-то стремящаяся к низкой. Мне в этих шортах понравилось вот это. То, что они супер рваные. Вы посмотрите, насколько они разорваны. За счет этого, конечно, судьба шорт будет не слишком длинной. Вернее, их жизнь. Потому что, как правило, зачухнянские моменты очень быстро распарываются. Потом здесь будет просто дырка. Но это должно быть красиво. Особенно на загорелых ногах. Но у меня ноги сейчас вообще абсолютно белые. Можно сказать, что розовые. Мне кажется, мне это не подойдет. Мне так хотелось. И несмотря на то, что этот размер L, они какими-то маленькими смотрятся. Наверное, из-за того, что у них очень низкая посадка. Край у них опять-таки не обработан. Я думаю, что это какой-то некий тренд. Или просто брендом надоело жить. Они решили везде не обрабатывать края. И таким образом продавать нам джинсы. В целом, по качеству они приятные. Джинса достаточно тонкая, хоть и плотная. То есть, на лето окей. Фурнитура серебряная. Причем она какая-то матовая, красивая. Нитка выбрана светло-бежевая. И да, эти джинсы по своей текстуре чуть тоньше, чем предыдущие. Просто имейте в виду. Как бы я не любила Be Free, но с этими шортами что-то не так. Либо они маломерят. Либо нужно действительно брать на размер больше, чтобы они сидели как на модели. Но вот на мне сейчас L и при ходьбе они очень странно собираются между ляжек. И это выглядит некрасиво. Вот, понимаете, что происходит? Либо их надо как-то вот так натягивать и делать ремень. Но в любом случае, как будто на модели они смотрелись круче. То есть, мне в них супер как-то не то, чтобы не хорошо, но комфорта в них маловато. Либо размер мне просто не подошел. В общем, что-то с ними не так. Напишите в комментариях, как вам, как они смотрятся. Меня просто смущает тот момент, что при ходьбе они очень странно собираются и топорщатся. Это странно. Я несколько дней ждала, когда эта дурацкая футболка появится в наличии. Потому что она реально дурацкая, ребят. Молли. Стоила она где-то тысячу рублей. Какая она кривая! Но она реально дурацкая футболка. У нее принт наклеен криво. Будем считать, что это ее фишка. Вот такая, знаете, среднего качества футболка. Она вроде бы приятная. Сто процентный хлопок. Но выглядит она немножко дешевенько. Но мне так понравился именно вот этот дизайн. Я хотела именно ее. Это размер XL. И мне кажется, я больше взяла эту футболку чисто для того, чтобы ходить в ней дома и кайфовать. Вроде бы сшит она аккуратно. Но она тонкая. Ей рублей 500. Это красная цена для нее. Принт пойдет. Не самый плохой, но и не самый лучший. Он достаточно плотный. Вроде бы при растягивании не трескается с первых же секунд. Так что нормально. Как вам она? Знаю, что многим, наверное, не понравилось. Но мне зашла. Буду в ней спать и кайфовать. Девочки, в Love Republic была просто дикая какая-то распродажа. Там на многие позиции были скидки по 50%. Даже на те товары, которые я давно смотрела, цена настолько упала, что я такая думаю, блин, надо заказать. И вот среди таких товаров был вот этот жакет. Я очень надеюсь, что мне он подойдет по размеру, потому что я влюбилась в этот бело-молочный оттенок. И мне в нем понравилось все. По крайней мере, на модели. Во-первых, у него одна пуговица, которая обшита тканью. Я люблю, когда так делают. Как будто, знаете, какой-то законченный образ получается. Плюс посмотрите, какой здесь необычный вид строчки. Я такой впервые вижу. Он очень нарядно выглядит. Я себе заказала 46 размер. Хотя, как правило, в Love Republic я беру себе размер 48, но это джинсы. Вверх, мне кажется, 46 должен подойти. Плюсом ко всему, этот жакет, он еще немножко удлиненный. Я его взяла, по-моему, за 3 800. И за эту цену подобного не найти. Потому что у Love Republic просто непередаваемое качество. Пуговица на рукавах. Также обшита тканью. Единственный момент, здесь все-таки розовый, опять-таки, следы от ручки. Но это, скорее всего, ручка портная. Она должна отмыться после первой стирки. Карманы, обманы. И подклад. Какой он красивый. Просто по подкладу можно судить о качестве изделия. Здесь выбрал очень хороший материал, такой блестящий. Сшито на самом деле просто безупречно. Вы посмотрите, как красиво оформлена выемка под пуговицу. Что у нас по составу? Внешний слой это полиэстер и эластан. Внутренний 100% полиэстер и подклад полиэстер. Ну, практически один полиэстер в составе. Также в этой модели есть подплечники, причем у них такие достаточно объемные. И кого они смущают, их, по-моему, даже, ну, никак не убрать, не ликвидировать. Очень классное изделие. Мне безумно нравится. Напишите в комментариях, как оно мне село или нет. Я очень надеюсь, что село. И я в нем просто принцесса. Знаете, так и хочется сказать в лучших традициях распаковшись, что белый жакет это вообще база. Его можно носить и с джинсами, и с брюками, и с юбками. И на какие-то мероприятия вечерние. И днем выйти погулять. Вы же знаете, такая вещь, которая и в пир, и в мир. Жакет просто потрясающий, как по мне. В нем все прекрасно. Он выглядит намного дороже, чем он стоил по факту. Единственное, я заметила небольшой портачок. Это вот такую зацепку. Но я надеюсь, что получится как-то ее ликвидировать. И тогда все будет в нем огонь. Сел как надо. И даже вот эти вот огромные плечи мне нравятся. У меня первый раз такой жакет с такими вот огромными плечами, которые сделают из моих плеч просто какой-то квадрат. Мне кажется, у меня даже такой квадратный силуэт идет. Вопрос к знатокам. Здесь надо распороть, верно? Я думаю, да, потому что там как будто просто наживулино. Чтобы вы понимали, здесь это с двух сторон. В общем, распарываем, да? Жакет просто сказка. Мне очень понравился. Да, это моя сороковая, наверное, уже пара джинс. Но, девочки, я просто обожаю. Я зависима от джинсов, потому что джинсы это мое все. Здесь очень плотные джинсы, хоть это и летний коллекшн. Как будто уже осенний. Начнем с того, что это достаточно объемные джинсы, которые расклешиваются внизу. У них должна быть средняя посадка, и они опять-таки зеленые. Они не зеленые, а с каким-то еще добавлением цвета. Вот что за мода пошла? На грязные, рыжие, зеленые, с фиолетовыми подтеками джинсы. Вот модничаем, как можем. Они как будто измазаны мазутом. Очень грязные. Я себе взяла размер L, и они, по идее, должны смотреть свободно. По качеству плотная джинса. Фурнитура здесь бронзовая. У них есть состаренные моменты на карманах на попе. То есть, видите, здесь немножечко вот так вот все потрепано. И также снизу. Они немножко как будто пошорпнутые. Но мне нравятся. Прикольно. Я думаю, они классно сядут, и можно будет сделать с ними классные луки. Достаточно интересная модель джинс. Да, они вот именно те самые стильные грязные джинсы. Но они при этом, посмотрите, какие очень длинные. Мне на 172 они вот буквально вот настолько утопают. Понимаете? Мне не очень нравится, как они сидят в бедрах. Я не знаю, почему как-то здесь вот странно топорчатся, хоть они и свободные. Как будто вот, знаете, что-то не то. Либо их надо наверх утягивать. Либо их надо прям очень сильно низко опустить. Вроде бы эта модель-то самая модная. Багги, джинсы, свободные, все дела. И джинса у них оказалась достаточно жесткая. Не знаю. Мне кажется, что вот это вазурат, скорее всего, будет. Как будто на модели они сидели лучше. Напишите в комментариях, как и не вам. Я, честно, от них не в восторге. Где-то на 6 из 10. Да, я тот самый человек, который покупает джемперы летом. Или моя импульсивная покупка, когда увидела цену. Я хотела этот джемпер купить еще весной. Тогда он стоил около 3000 рублей. А сейчас я его купила за 1000. Вот такая вот объемная красота. Как это красиво. Посмотрите, здесь у нас есть вот такая вот косичка. Это белый джемпер с разноцветными вкраплениями. И на самом деле он достаточно тоненький. Как будто бы он даже летний на какие-то прохладные денечки. Потому что зимой и осенью он будет греть не так, как надо. Это снова бренд Love Republic. Его сегодня будет очень много. Потому что, повторюсь, там были какие-то нереальные цены. И я хотела скупить все. По составу это хлопок, полиэстер, акрил и эластан. У меня размер L. И смотрите, здесь даже цена на бирке 4000 рублей. Здесь достаточно объемные рукава. И даже они очень большие. Вы посмотрите на эти манжеты. Они совершенно не сужаются. То есть, это прям дикий оверсайз. Когда я заказывала, честно, размеры были все. По качеству здесь, конечно же, все супер. Потому что это Love Republic. Вы посмотрите, как все ровненько. Никаких ниточек, ничего. Этот джемпер это что-то на уютном. Я очень рада, что я взяла именно такой большой размер. Потому что он уютный мешочек, который просто тебя делает приятным, милым облачком. Он нереально мягкий и приятный к телу. Сказать, что я в нем себя чувствую комфортно, это ничего не сказать. Мне нравится, что у него такие длинные широкие рукава. Сам он по себе широкий. Но в нем реально ты чувствуешь себя как дома. Какой красивый цвет. Да, это снова джинсы. На низкой посадке. И они должны быть супер свободные. Офигеть, они еще и рваные. Я очень надеюсь, что они подойдут мне по росту. Потому что я почему-то решила, что я хочу взять размер М. Потому что в отзывах написали, что они очень сильно большемерят. И сейчас понимаю, что блин, наверное, надо было брать L. Если они хорошо сядут на талии, то когда джинсы рваные, хочется, чтобы они были максимально свободные в бедрах и в ногах в целом. Здесь максимальная рванина, которая начинается с середины бедра и идет до середины голени. И это касается обоих ног. И левая, и правая. Но при этом, посмотрите, рисунок рваный, он разный. Карманы глубокие. Фурнитура здесь золотая, бронзовая, серебряная. Ну, еще какого-то странного цвета. Замок рабочего характера. Они достаточно плотные. Знаете, хотелось бы потоньше. Особенно учитывая, что это летние джинсы, тем более рваные. Наверное, если бы они были тоньше, они бы так классно форму не держали. По составу это 100% хлопок. Соответственно, они будут не тянуться, ничего такого. Просто как сели, так и сели. На удивление, классные джинсы. Где надо свободные, где не надо достаточно плотные. Хорошо сели. И что самое главное, ростовка у них супер. На мой рост 172 они даже длинные. У них реально низкая посадка. Сидят они комфортно. И несмотря на то, что джинсы плотные, у них легко. Во всех смыслах слова. Не очень они зашли. Тем более рванье. Всегда в тренде. Такие рваные джинсы, мне кажется, актуальны каждое лето. Безумно рада, что нашла. Одним словом лайк. Да, давайте посмотрим еще одни джинсы. Вы не представляете, насколько они тяжелые. Это какой-то кошмар. На ценнике 5999, но я их купила дешевле. Вот они должны быть идеальные по длине. Я уже вижу. Какие же они длинные. Крутяк. Они будут прям струиться по земле. Посмотрите, какая у них штанина. Модель с высокой посадкой, между прочим. Их даже никто не примерял. Фурнитура здесь бронзовая. Цвет у них опять-таки голубой с каким-то подзеленением. Это снова бренд Love Republic. И эти джинсы уже в 48-м размере. В составе здесь есть не только хлопок, а его здесь 90%, но также есть еще полиэстр и вискоза. И у них классная нитка. Бежевый идеально сочетается с цветом джинсы. Единственное, что я бы в них хотела изменить, это плотность данима. Он слишком плотный для лета. Что хочу сказать. Джинсы обалденные. Реально. У них просто нереальная какая-то длина. Девочки, у кого рост 180, можете смело брать. Потому что, мне кажется, даже вам они будут длинные. У них классный цвет необычный. Как и мои собаки. Которым очень весело на подсъемах. Но единственное, мне кажется, они мне большие. Если взять размер поменьше, то они будут сидеть лучше. Я их так вот сзади затягиваю. Они как будто смотрятся так, как надо. Очень нравятся. Так что, если есть наличие 46, я, наверное, точно закажу. Ну и вот в таком виде, если их спустить на бедра, вроде бы тоже окей. Но они просто супер длинные. Я не знаю, что с ними делать, подрезать что ли. Это даже ходить невозможно, чтобы вы понимали. Джинса наиприятнейшая. Точно лайк. Далее. В Love Republic я нашла просто потрясающий топ. Который, мне кажется, будет классно сочетаться с предыдущими джинсами. Выглядит он следующим образом. Да, он идет без каких-либо бретелек. И он должен держаться на груди. Я надеюсь, что все будет. У него есть специальная силиконовая прослойка, чтобы хорошо зафиксироваться на груди. Я выбрала себе 46 размер. У этого топа есть необычный акцент в виде вот такой вот асимметрии. И ремешка, который, мне кажется, идеально для того, чтобы можно было подкорректировать топ вот свою талию. Надевать его нужно с помощью. О, обалдеть! Какой большой молнии. Молния потайная. Как видите, ее практически незаметно. По составу основная ткань это полиэстер, вискоза и эластан, а подкладка полиэстер с эластаном. Ткань приятнейшая на лето, думаю, в самый раз. И сшит он действительно аккуратно. Я бы даже сказала, что этот топ больше такой нарядный, выходной. Его можно надеть на какое-нибудь мероприятие, день рождения, ну или какой-то другой праздник. Все-таки данная модель топа для тех, у кого грудь есть. Или она хотя бы чуточку больше, чем моя. Потому что здесь у меня все супер свободно. Либо нужно надевать какой-то лифчик с push-up эффектом, который будет это все приподнимать и делать объем. Потому что сейчас это все держится, ну честно, на честном слове. С помощью вот этого вот ремешка можно действительно подчеркнуть талию. То есть прямо тянуть как надо. Если бы не он, топ уже был бы внизу. Мне безумно нравится, как он выглядит. Если я закажу размер меньше, ткани в талии как будто будет не хватать. Короче, если его ушить где-то сзади, тогда он будет сидеть идеально. Потому что он смотрится очень нарядно. И он комфортный. Даже несмотря на то, что сейчас он буквально сваливается с меня в этом месте. О, смотрите как хорошо. Там я просто кусок ткани утянула и встала все на свои места. Нарядный девчат, ну просто вообще. Конечно же, без базы никуда. Поэтому я увидела, что у бренда BeFree вышли новые майки, топы. И выбрала себе в двух цветах. Во-первых, это снова белый топ. Я не знаю, сколько у меня их в коллекции. Но такого рванова у меня еще не было. Посмотрите, его порвали даже. По всей площади топа. Видимо, в этом сезоне гранж прям как никогда актуален. По сути, это приятная ткань. Это обычный топ врубчик. Удлиненный, при этом приталенный. Я себе выбрала размер M. И по составу это хлопок на 95% и 5% эластана. За счет чего топ хорошо тянется. Очень он приятный по качеству. И мне нравится тот факт, что он достаточно плотный. Я надеюсь, что он будет супер просвечивать. Конечно же, он будет просвечивать. Куда без этого. Он даже задер ванной, чтобы вы понимали. Тут очень много дырых. Но мне такое нравится. Девочки, майка просто топ. У нее идеальные лямки. За которыми не видно лямки лифчика. То есть, это просто находка. Она очень сильно смотрится. Мне безумно нравится. Все в ней прекрасно. И длина у нее хорошая, не укороченная. Так что смело можно брать. Даже нет никаких но. Понимаете, она настолько идеальна. Ну ладно, но есть она рваная. Не такой же топ, но в черном свете. Кстати, я заметила, что в белых топах я все-таки хожу чаще. Но черные тоже имеют свойство выстироваться, грязниться и плохо вылить. Поэтому черный тоже решил обновить. Здесь тоже не совсем классика. Это тоже рваный топ. Во всех местах, как и белый. Слушай, но на нем это не так почему-то акцентно видно. Хотя, наверное, когда наденешь, это все растянется. Будет видно кожа и сразу все поймутся. Майка у тебя рваная. Я только сейчас заметила, что оказывается нижний слой, он не обработан. Он рваный. На белом этого не было так заметно. Посмотрите, какое рванье. Тысяча рублей рваная майка. Как вам такое? За качество ставлю лайк, да и за дизайн тоже. Я люблю рванину. Еще какая-то маечка. Это маечка от бренда Love Republic. Вы посмотрите, какая у нее широкая пройма. Это M. Она какая-то супер большая, больше похожа на XL. Эстрадный фасон. Я думаю, ее можно будет хорошенько так под пиджак, да, заносить. Я просто удивлена тому, какая здесь, во-первых, широкая резинка. И здесь тоже не совсем стандартный вариант. По составу это хлопок и эластан 96 на 4. Знаю, почему я ее купила. Потому что на нее была хорошая скидка. Но из плюсов она очень плотная. Посмотрите, практически не просвечивает. Аккуратно сшита, аккуратно обработана. И да, она нервантная. То есть это более такой классический вариант. Неплохая. Девочки, я тут совершенно случайно нашла еще одну коробку с обувью. Так что извиняем, обувь еще будет. И внимание, они у меня лежали в отложке. Как только появились, я сразу заказать. Да, это туфельки, напоминающие популярную модель от Miu Miu. Но это туфли от бренда Be Free. Они есть еще в красном и бежевом цвете. Но я хотела именно черные лодочки с открытой пяткой на достаточно невысоком каблуке. Но хотя он сантиметров 7, наверное, точно есть. Тут самая главная фишка в том, что здесь, во-первых, острый носочек. И, во-вторых, тут есть такие вот ремешочки, кстати, длину которых можно регулировать. Они не только декоративные, но еще и рабочего характера. Если у вас стопа более широкая, можно так вот расширить. У них, оказывается, здесь еще и резинка. То есть вообще не все потеряно. Прям даже подойдет на достаточно широкие ноги. Они безумно странно пахнут какими-то бобами. Ты это чувствуешь? Я как будто бы открыла пакет с горохом. Очень вонючие просто. Ужас. Фу. Посмотрите, как странно выглядит подошва. Видны места склейки вот этих ремней. Я, похоже, туфельки заказывала на Алиэкспресс. Бордовые, лаковые. Они, кстати, стоили дешевле, чем от бренда BeFree. Но они были даже как будто качественно получше. Но таких вот моментов не было. Это выглядит как-то крипово даже. Как будто кто-то из-под туфелек пытается вылезти. Здесь, естественно, все искусственное. Кожа искусственная, стелька искусственная. Подошва, ну, понятное дело, искусственная. За 4000 рублей. Но они супер популярные, супер трендовые. И в целом, если не смотреть на подошву, то качество исполнения сверху хорошее. Аккуратно все прошито. Они такие не дерчат. Швы ровные. А что еще, как говорится, надо? А надо, чтобы они еще были удобные. Я купила юбку-баллон. Я хотела повторить вот этот образ из Пинтера с голубым свитшотом, голубыми балетками. Потом думаю, нафига мне голубые балетки? У меня есть голубые кеды. Да, мы, наверное, так с вами это все и примерим. А голубой свитшот у меня есть дома. Так, что мне не хватало? Только юбки-баллон. Ну, хотя там даже на фотографии не совсем юбка-баллон, я просто хотела юбку-баллон. Но да ладно, я на самом деле купила две белые юбки. У нас тут размер L46 и никакой информации о составе. Атлас. Насколько это процентов, непонятно. Ткань плотная, приятная, очень даже приятная, это потрогай. Даже хочется как будто такую наволочку и на ней поспать. Цвет насыщенно белый, с перламутровым сиянием. Но тут самая главная фишка это в том, что юбка идет не простая, а вот с таким вот эффектом зефирки. Не могу сказать, что это сейчас самая трендовая какая-то модель. Они были популярны еще и в прошлом сезоне, и летом, и осенью. Я как-то не хотела себе такую подобную юбку, а вот в этот раз, видимо, настроение появилось. Юбка на резинке. Также у нее есть подклад, даже как будто немножко состоящий из натуральных материалов. Похож на простынку. Ну и сама юбка средней длины. Будет чуть ниже колена, где-то в области голени заканчиваться. По качеству сшито все хорошо. Я так понимаю, что это наше производство, российское. Чему я безумно рада. Ну как вам такое? Я прям чувствую себя какой-то принцессой в кедах. Как мне сказал Денис, такое чувство, что когда ты снимешь вот этот свитшот, да, я уже повторила тот самый образ из Пинтерест, продублирую вам его. У тебя окажется там платье, и тогда будет все смотреться нормально. Мне кажется, такая задумка. Типа, знаете, я такая современная принцесса, немножко на спорте, но не забываю и о женственности, и поэтому ношу вот такую юбку-баллон. Мне безумно нравится, как это все между собой сочетается. У меня получилось, как я считаю. И юбка, да, юбка супер, у нее хорошая длина, именно так, как надо, приятная ткань. Несмотря на то, что это полиэстер, я ощущаю себя в ней комфортно, так что могу смело рекомендовать. И вот еще одна белая юбка, которую я также взяла, чтобы как-то посмотреть на себя в этом образе с голубым свитшотом. Но это уже простая прямая юбка, то есть без каких-либо излишеств, она вот прям классика. Я читала в отзывах, что она сильно просвечивает, я надеюсь, что это не так, потому что, оказывается, белую простую длинную юбку найти на ВБ очень сложно, особенно, чтобы она была в пол. И это я бы не сказала, что в пол, у нее какая-то средняя. Она не макси, она мидл, печально. По крайней мере, на мой рост. Сшита она хорошо. Она была не из самых дешевых, что-то около 2,5 тысяч рублей. Посмотрите, какое за то качество пошива. По составу. Палиэстер, эластан, страна производства, Россия. Подол юбки также аккуратно обработан. Хоть юбка и не просвечивает, честно, она мне не понравилась. Она похожа на какой-то подол. Я понимаю, что, может быть, если ее отпарить и не будет этих заломов, но будет выглядеть как-то более элегантно, но и то, по-моему, ей это не поможет. Что-то вот ей не хватает, может быть, как-то неправильно она сшита, лекала и так далее. И длина у нее странная. Она вроде как и не миди, и в то же время и не макси. Макси, по-моему, должно просто, это когда юбка, типа, прям до 5. А у нее что-то среднее, а миди, это когда вот так вот. Для меня она непонятна. Мне, честно, не зашла, но кто вдруг искал юбку белую, чтобы не просвечивала, она не просвечивает. Ну, что-то как-то вот что-то в ней не то, в общем. А теперь, внимание, я поверила в себя и заказала себе вот такое платье-жакет. На самом деле, если бы не цена на это платье-жакет, я бы, наверное, не рискнула его заказывать. Просто оно стоило 3 тысячи. Так я думаю, блин, это такой шикарный, нарядный вариант. Но оно такое короткое, божечки. Наверное, его нужно носить с черными колготками, и тогда будет супер. Он даже не похож на какой-то летний вариант, как будто он больше к холодам, к осенним. Да, это не жакет, это именно платье-жакет. Оно очень тяжелое. Здесь есть толстые подплечники, очень толстые. Материал очень толстый. Да, это, наверное, старая коллекция осенняя. Тут подклад, вы посмотрите, какой шикарный, роскошный. Вообще, к качеству изделия никаких нет вопросов. Оно потрясающее. Я взяла себе максимальный 48-й размер. По составу. В основе полиэстер, в подкладе полиэстер и эластан. Ранее это же платье я видела за 6 тысяч рублей. У него идут достаточно крупные черные пуговицы. Карманы. На самом деле, это просто обманка. И вот такая вот бахрома. Бахрома идет как на рукавах, так и снизу изделия. И да, это платье очень короткое. Я постараюсь вам его примерить с колготками, чтобы вы посмотрели, как это все вместе смотрится. Дико извиняюсь, но с колготками примерить не получится, потому что у меня их просто нету. Но я также считаю, что все-таки это платье, оно более на такую холодную погоду, потому что оно нереально теплое. Я его сейчас надела, и я как будто в пальто. Примерно такие же ощущения. У меня впервые такое. Экспириенс. Платье-футляр, по-моему, так это называется. Не могу понять, как оно мне, но как будто некомфортно, потому что оно слишком короткое. И когда я делаю шаг, здесь как бы немножко занавеса тайны приоткрывается, что вызывает дискомфорт. Но оно действительно красивое, хорошего качества. И кто любит подобный стиль и может себя принимать в таком, мне кажется, я просто себя еще в таком не принимаю, то смело берите. Это шикарно. Я вам говорила, что в этом видео будет костюм. Наконец-таки он. Я обожаю спортивные, комфортные костюмы. Поэтому, когда увидела это, извините меня, не удержалось. Тем более, такой костюм я хотела купить в самом Love Republic, но размеров не было, когда я была в офлайн-магазине. У меня это молочный оттенок, но, по-моему, раньше был еще и серый костюм, но его сразу разобрали. Начнем с брюк. Вы посмотрите, какая здесь необычная резинка. Их можно утягивать, и меня это покорило. То есть, если вы покушали, можно их расслабить. Если вы где-то там что-то недоели, похудели, их можно утянуть. Это безумно удобно. Также есть имитация ширинки. Мне на самом деле такое не очень нравится, но да ладно. Снизу они, к сожалению, никак не собираются. Вот это, я считаю, недочет. Сама модель идет широкая, которая немножечко переходит в клеш к низу. Материал толстый и тяжелый, за счет чего они не должны просвечивать. Также есть карманы. Ой, они такие большие, неожиданно. Брюки супер, мне нравятся. И, внимание, худи. Худи идет слегка укороченное. Какое же оно тяжелое. Это просто нереально. Снизу оно на резинке, но оно никак не утягивается. Как сядет, так сядет. У меня и брюки, и худи в размере L. Худи зипочка с двойным замочком, что на самом деле очень приятно. И все отлично работает. Слушайте, ну супер. Посмотрите, какая классная ткань внутри. И что это за нитки здесь? Это что такое? Карман нету. Вот минус. Но плюс есть капюшон. И он достаточно объемный. Плюсом ко всему он еще и двуслойный. На рукавах вместо манжет также идут резинки. Ну по качеству мне понравилось. За исключением того, что торчат в некоторых местах нитки. Но это можно простить. По составу это хлопок на 89% и полиэстер на 11%. Думаю, такой костюм идеальный вариант, когда вы не хотите наряжаться, но при этом хотите выглядеть более-менее сносно. Это потрясающий костюм. Очень уютный, нежный. Весь вот такой вот ми-ми-ми. Единственный минус, что в худи нету карман. Вот прям знаете, по инерции руки куда-то хочется положить, а некуда. Ну ладно, есть куда есть карманы в брюках. И на том спасибо. Длина брюк на мой рост окей. Они не длинные, прям как надо. Знаете, как будто на меня шили. Комфортные, да. Просвечивают немного карманы. Для кого это критично, просто имейте в виду. Тем временем Баксу не понравился густой лес на телевизоре. Мне кажется, ему страшно. Бакс, ты лучше оцени мой костюм. Скажи красиво. Ой, Маш, ты такая фикалная просто. У меня там костюм. У меня такая красотка. Маш, пойдем погуляем. Секретный пакет. Это еще одни джинсы. Да, это очень необычные джинсы баги. Вообще по супер скидке. Вы посмотрите на них. Вернее, это карго. Вот настолько они необычные, что я даже запуталась, как они называются. У меня таких никогда не было. Может быть, только когда я была ребенком. Джинсы с огромным количеством карманов. Не знаю, насколько это сейчас популярная модель или не очень. Но они мне понравились. Они стоили меньше 2000. У них должна быть средняя посадка, стремящаяся к низкой. Я себе взяла 46 размер, потому что 48 не было. Надеюсь, я в них влезу. Потому что у Лав Репабли как-то как будто все джинсы маломерят. По составу это 100% хлопок. Так что держим за меня кулачки. Как видите, эти джинсы расклешиваются к низу. У них даже сзади есть карманы. То есть, это задняя сторона бедра. И здесь карман. И он находится на заклепке. У них потрясающий цвет джинсы. Он такой светлый. С эффектами выбеливания. Все карманы не обманывают. Посмотрите, какие они глубокие. Естественно, в них никто не собирается ничего носить. Но, как факт. Фурнитура здесь бронзовая. Начинают пуговицы, заканчивая молнией и различными клепками. Приколдесные. Уже хочется скорее их примерить. Потому что, я думаю, с футболочками будут смотреться супер. Слушайте, девочки. Ну, это прям надо брать. Это вау. Особенно за такую цену. За 2000 рублей. Это просто находка. Джинсы комфортные. У них приятная легкая джинса. Они стильно смотрятся. Хорошо. Сидят в бедрах. Здесь все так, знаете, оп. Обтянуло. Потом так все хорошо пошло расклешиваться. Идеальная длина для роста до 175, наверное, точно. То есть, мне они даже длинноваты. И они очень широкие снизу. Попку так хорошо подчеркивают. Мне одним словом они безумно нравятся. Я не понимаю, почему у них такая сейчас бешеная скидка. Наверное, потому что эта модель сейчас не супер актуальна. Но у меня таких не было. Я в таких не ходила. Поэтому с удовольствием потаскаю их этим летом. Так что такое точно надо брать. Пока есть в наличии. Как вы думаете, что это? Здесь есть большая подсказка из четырех букв. Да, это мыло. Но это мыло не простое. Это мыло от бренда Шик для того, чтобы мыть кисти и спонжики. Это их новинка. Я очень рада, что наконец-таки появилась такая форма мыла, чтобы мыть все. Его еще надо распечатать. Это похоже на бесплатный брусочек мыла из отеля. Но пахнет оно совершенно по-другому. Не могу сказать, что мне понравился аромат. Он цитрусовый. И как будто бы немного пахнет маслом. Такое что-то лимонное. Тут, наверное, самая главная фишка в том, что в комплекте, во-первых, идет еще и вот такая вот силиконовая штучка. Для того, чтобы кисть прям хорошо вычистить. Такой силиконовый коврик. Но в целом само мыло находится в кейсе. То есть его безумно удобно хранить. Такая баночка стоит около 500 рублей. И я думаю, вот этого мыла хватит на года. Хотя, смотря, как часто вы моете кисти. В целом это прям настоящий бьюти-гаджет, чтобы кисти были всегда чистые. Так что, кому интересно, как это все работает, переходите в мой телеграм-канал. И еще одна покупка для дома. Да, это вот такой эстетичный диффузор. Данный вариант с ароматом корицы. Честно, я даже не понимаю, почему меня потянуло на корицу, когда это максимально осенний вариант. Видимо, уже жду осень. И вот такая красота получается. На самом деле, мне нравится диффузор от этого бренда. Это уже не первый диффузор из Valboris. Буквально там за 300 рублей они выглядят красиво и пахнут вроде бы неплохо. Единственное, заканчиваются они, на самом деле, быстро. Но за такую денежку даже и не жалко. Этот я, наверное, оставлю здесь, потому что корица поднимает аппетит, будет стоять на кухне. А вот и второй вариант. Здесь уже что-то более необычное. Аромат молока и меда. Такое заказываю впервые. О, это пахнет очень приятно. Карамельку, сливочное, что-то такое. Вот нуга какая-то, вот эти вот шоколады. Да, приятно. Если бы дали по нему, хотя бы не сказала, что это молоко и мед. Я бы сказала, что это какая-то сливочная конфета. Но мне понравилось. Очень нежно. И даже, наверное, в спальню можно поставить, потому что аромат совершенно не резкий. Так что, кто, как и я, любит какие-то аромы для дома, и чтобы они были недорогие, можете смело брать их. Реально хорошие. Но на этом все. Надеюсь, что вам распаковка понравилась. Не забывайте, переходите в телеграм-канал. Там я оставлю все ссылки на товары из этого ролика. Ну и, как говорится, увидимся с вами в новых видео. Всех люблю. Желаю вам прекрасного времяпрепровождения. Пишите в комментариях, как вы проводите лето. Будет интересно почитать. Или собираете, если вы в отпуск. Или, может быть, уже съездили куда-то. В общем, делитесь. Будем общаться. Всех люблю. И желаю вам прекрасного настроения. Всем пока.